Вопрос. Я прочел о том, что пророки миры не имели физических недостатков и не совершали грехов. Тогда что можно сказать о нашем господине Мусе, который не мог хорошо говорить? И как мог пророк убить человека без права? Противоречит ли это безгрешности и отсутствию физических недостатков? Ответ. Хвала Аллаху. Они были полностью обнаженными и смотрели друг на друга. А Муса, алейхиссалям, совершал омовение, уединившись и прикрывшись. Они же стали говорить, клянемся Аллахом, он так тщательно скрывается от омовения вместе с нами только из-за того, что он Адар. Адар – это человек, у которого увеличены яички, то есть парные половые железы, расположенные в мошонке. Однажды, когда Муса пошел, чтобы искупаться, он положил одежду на камень. После чего камень покатился, унося с собой одежду пророка. Муса бросился вдогонку со словами «Моя одежда, о камень». Так он бежал, пока его не увидели сыны Исраиля, тогда они сказали «Клянемся Аллахом, Муса ничем не болен». А Муса взял свою одежду и принялся бить этот камень. Ибн Хаджр Аль-Ас-Каляни, комментируя хадис, сказал. Этот хадис указывает, что пророки своей внешностью и своим нравом были совершенны. Также он указывает на то, что человек, который станет говорить о наличии недостатка в каком-либо пророке, обидит его, и есть опасность, что подобный человек впадет в неверие. Во-вторых, косноязычие Мусы, алейхиссалям, не относится к основным врожденным недостаткам. Известно, что подобное случилось внезапно, из-за того, что он, будучи еще маленьким, положил в рот уголек, как это упоминали некоторые толкователи Корана. Такие внезапные ситуации случались с пророками так же, как случаются и с остальными людьми. Иногда пророков обижали, иногда их постигали беды. Они могли иметь какой-либо физический недостаток, как это случилось с пророком, салаллаху алейхи вассалям, когда у него, да благословит его Аллах и приветствует, в день Ухуда сломался резец. Однако, когда этот случайный недостаток стал препятствовать Мусе в наилучшем доведении послания Аллаха, Муса попросил Господа удалить этот недостаток. Муса сказал, Господи, раскрой для меня мою грудь, облегчи мою миссию, развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь. И Аллах ответил ему. Аллах сказал, О, Муса, ты уже получил то, что просил. Ибн Касир в своем толковании слов Аллаха о фараоне, когда тот сказал, разве я не лучше этого презренного, который едва объясняется, сказал, слова, которые едва объясняются, являются также клеветой. Потому что, несмотря на то, что его язык в детстве был немного обожжен угольком, Муса попросил Аллаха, чтобы он развязал узел на его языке, и чтобы они могли понять его речь. Аллах ответил ему на его просьбу, сказав, Аллах сказал, О, Муса, ты уже получил то, что просил. Так стало ясно, что ожог языка Мусы, алейхиссалям, не влиял на доведение послания должным образом и на разъяснение его. Это никак не бесславило Мусу, алейхиссалям, и не являлось недостатком, из-за которого бы люди чувствовали отвращение к нему и которое бы умоляло его достоинство. Но только проклятый фараон возводил на Мусу ложь и клевету. В-третьих, пророки – это избранные и благороднейшие люди перед Аллахом. «Всевышний Господь защитил их от совершения больших грехов, поэтому они никогда не совершали большие грехи, были защищены от них и до того, как стали пророками и посланниками, и после того, как стали ими». Шейх Ибн Теймия сказал, Слова о том, что пророки защищены от совершения больших грехов, но не малых, это слова большинства ученых всех групп. Также эти слова являются словами большинства ученых по толкованию Корана, ученых хадиса и фикха. От предшественников, имамов, сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за ними, передаются только слова, которые согласуются с этими. Что касается малых грехов, то у пророков или некоторых пророков они могли быть. Поэтому большинство ученых считают, что они не были защищены от них. Однако, если даже они совершали малый грех, то не упорствовали в его совершении. А Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, указывал им на него, и они тут же спешили к покаянию. Для дополнительной информации обратитесь к ответу номер 248 875. К этому относится и убийство копта, совершенное пророком Мусой, алейхиссалям. Копт не был совершенно безгрешен, как и убийство не было совершено преднамеренно. Муса убил его нечаянно, а подтолкнуло его к этому желание помочь угнетенному человеку, потому что копты держали сынов Израиля за рабов и притесняли их. Аль-Куртуби сказал, он только пришел к нему на помощь, так как помощь угнетенному обиженному человеку является частью любой религии и обязанностью в каждом шариате. Катады сказал, копт желал принудить израильтянина отнести дрова на кухню фараоны, а тот отказался и обратился за помощью к Мусе. Говоря о словах Аллаха, он сказал, «Господи, я поступил несправедливо по отношению к себе, прости же меня», и он простил его, Аль-Куртуби сказал, «Мусе, алейхиссалям, стал сожалеть об этом ударе кулаком, из-за которого умер человек. Это сожаление подвигло его на глубокую покорность и смирение перед его Господом, и на обращение к нему с просьбой о прощении». Наряду с этим убийство было совершено по ошибке, потому что удар кулаком в большинстве случаев не является причиной убийства. Муслим приводит, что Салим ибн Абдиллях сказал, «О жители Ирака, как странно, что вы много спрашиваете о малом грехе, хотя более всего совершаете большой. Я слышал, как мой отец Абдуллах ибн Умар рассказал, что он слышал от пророка, который говорил, указывая рукой на восток, «Поистине беспорядки начнутся с этой стороны, откуда появятся рога шайтана, и вы будете рубить головы друг другу». Воистину об убийстве, которое совершил Муса, когда нечаянно убил одного из соплеменников фараона, Аллах Великий и Всемогущий сказал, «Ты убил человека, и мы спасли тебя от скорби и подвергли тебя тяжелому испытанию». Аль-Касталяний сказал, «Это не отменяет безгрешность Мусы, потому что убийство произошло по ошибке». Муса посчитал его одним из деяний сатаны, как сказано в аяте, назвал несправедливостью и обратился к Аллаху с просьбой о прощении. Ведь пророки видят большими даже малые грехи, они не умаляют их значимость. Более этого, мы скажем, что убийство этого копта, несмотря на наличие причины и несмотря на то, что оно было совершено по ошибке и не является преднамеренным, произошло до того, как Муса, алейхиссалям, стал пророком. Пророки не защищены от ошибок до своего пророчества, особенно если этой ошибке предшествовало верное намерение и были предпосылки для этого действия. Шейх Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал, «Мне неизвестно, чтобы Бану Исраиль, сыны Израилевы, обвиняли какого-либо пророка за совершение греха и раскаяние в нем. Но они порочили пророков, прибегая ко лжи и клевете. Так они обижали Мусу, алейхиссалям. Хотя Муса, алейхиссалям, убил копта до пророчества, также он покаялся в том, что обратился к Аллаху с просьбой увидеть его и в ином, после пророчества. Я не знаю никого из Бану Исраиль, который бы обвинял Мусу в этом. А Аллаху ведомо лучше». Субтитры создавал DimaTorzok